Тем временем в России, как думаете, какую больше всего информацию хотелось бы перебить вот этим крушением самолета? Наверняка это тема номер один на российском телевидении, на федеральных каналах. Все же, что бы хотелось бы россиянам сегодня немножко перекрыть вот этими событиями? Ну, подождите, что бы хотелось Кремлю перекрыть, что знание россиян, правильно? А не россиянам, а россиянам ничего не хотелось. Я думаю, что у Кремля есть три проблемы, от которых надо отвлекать внимание населения. Первое – это рост цен и все связанные с этими неприятности. Ухудшение качества жизни замечает все больше и больше людей. Понимаете, пока это затрагивает только самых бедных, как, например, история с яйцами. Яйца же не исчезли, они подорожали на 100 рублей. Ну, 100 рублей, чуть больше доллара. Ну, человек обеспеченный, нормально работающий и так далее, он, может быть, и матюгнется по этому поводу, но в очередях стоять ради этого не будет. А вот очереди, которые у нас показывали, когда люди стоят там в длиннющих очередях, чтобы купить яйца по старой цене, это очереди из очень бедных людей. Понимаете? Из самых бедных людей. Значит, пока это затрагивает только самых бедных людей, это еще ничего. Но когда это начинает затрагивать более широкие слои населения, или затрагивает рост цены, еще вот эти вот катастрофы с ЖКХ, с отоплением и так далее, надо перебивать это. Это номер раз. Номер два, что надо перебивать? Надо перебивать отсутствие успехов на фронте. Ну, потому что, да, Владимир Владимирович уже который месяц говорит, что инициатива полностью перешла в руки Российской Федерации. Значит, мы наступаем, атакуем, и так далее. Вот возникает естественный вопрос. Ну, хорошо, ты атакуешь, и что ты добился? Ты добился-то чего? Вот недавно взяли деревню какую-то, про которую даже наши, так называемые военкоры, сказали, что это населенный пункт размером 400 на 900 метров, где до всего этого кошмара было 20 дворов. Ну, сейчас вообще ничего не осталось, понятно, да? Вот, ну, хорошо, ты вот это взял, да? Это Сталинград твой. Где результаты? От этого надо отвлечь. А тем более, что, а вот у бандеровцев-то у них, видишь, какие-то успехи есть. Вот корабль потопили, вот самолеты сбивают, и так далее. Надо отвлекать от этого. И последнее, от чего надо отвлекать, это скандал, совершенно неожиданный для Кремля, с предвыборной кампанией. Они... У нас ведь сначала появился антивоенный, как бы, ну, якобы антивоенный человек Екатерина Дунцова, который сказал, что она против специальной военной операции и хочет ее остановить. И тут же сотни тысяч человек стали подписываться на телеграм-канал, подписываться за ее инициативную группу, там, и так далее. Ну, понятное дело, ЦИК тут же испугался и ее не зарегистрировал в качестве кандидата в кандидаты. Но Кремль считал, что на этом успокоилось. Нет. Оказалось, вот этот же самый антивоенный протест и желание сказать, что я про вас, про всех гадов думаю, да, это желание переключилось на Надеждина теперь, да? И точно так же Надежда. Вот. И это, конечно, вот эти фотографии очередей. Вот. Это очереди в поддержку Украины. Это очереди против Путина. Все. Вот. Поэтому им надо это тоже перебивать. Кстати, вот как раз я хотела перейти к Надежде, ну, да, сейчас говорят, вот такая последняя, последняя Надежда на Россию. Говорят эксперты разные. Но есть информация какая вот, что администрация президента настоятельно рекомендовала центральной избирательной комиссии не допускать Бориса Надеждина к выборам президента России, поскольку он нарушает негласные, якобы, договоренности с Кремлем. Рассказали Теремканалу «Можем объяснить». Якобы сначала согласовали его с Кириенком, первым замом администрации президента, ну, а потом, как они увидели, что он и против войны как бы выступил, якобы, да, и очередя собирается, дают заднюю. Вот как думаете, получится все же собрать подписи? Потому что некоторые говорят, что это проект Кремля, это все согласовано, все понятно, и никто его там не допустит или допустит, но Путин выиграет. Ну, то, что Путин выиграет, это очевидно, потому что никакой игры не будет. Понимаете? Это да. Не будет никакой игры. Нарисуют те проценты, которые надо, с Надеждиной, без Надеждиной, с Тютькиным, с Пупкиным. Какая разница-то? С правилами будет нарисовано, чего надо. Значит, понимаете, я предполагаю, ну, конечно, последние годы меня в Кремль никто не пускал, и я был для них врагом, поэтому что-то у них происходит, мне очень трудно судить. Но по прежнему моему опыту контактов вот внутри этой системы кремлевской, да, когда я ее знал, ну, это где-то там первая половина нулевых, например, еще я неплохо знал, на самом деле. А никто этого не знает. Никто не знает, что там происходит. И люди, которые знают, какая была договоренность с Кириенко, никогда этого никому не скажут. А если скажут, это будут последние слова, которые они сказали в этой должности. Знаете, у них там их немедленно уволят, пропуск отберут, ну, и так далее, да? Вот, поэтому я думаю, что скорее это домыслы журналистов, скорее, или высказывания людей, которые на самом деле ничего не знают, которые вообще им туда не подпущены, да? Теперь давайте смотреть, вот, согласовано, не согласовано, там, и так далее. Значит, некоторые люди говорят, что он, ну, сам Борис Борисович говорит, что он ни с кем себя не согласовал, что это его личная инициатива, вот он так пошел, да? Некоторые люди ему верят, некоторые не верят. Те, которые не верят, ссылаются на много факторов, в частности, вот один, который для меня очень убедителен, инициативную группу Екатерины Дунцовой не зарегистрировали и мешали регистрироваться. Свет в зале тух, к нотариусу приходили, там, ну, всякие, в общем, такие вещи делали, да? Инициативная группа Бориса Борисовича Надежна была зарегистрирована очень легко. Но это говорит в пользу той версии, я не знаю, какая версия верна, в пользу той версии, что он согласованный кандидат. Окей. Но это не имеет никакого значения. Понимаете? Это не имеет никакого значения, потому что то, что происходит сейчас, это не поддержка политического деятера Бориса Надежды, на который идет в президенты России. Часть людей в очередях вот так говорят, я вообще не знаю, кто ты такой. Я вообще не знаю, кто ты такой. Я против войны, я против Путина. Понимаете? Мне вот все равно, за кого, лишь бы против них там и так далее. Вот. Поэтому это не важно. Это не важно, согласованный или не согласованный. Так же, как не очень важно, зарегистрировать или не зарегистрировать. Понимаете, сколько бы подписей он ни собрал, и как бы хороши они ни были, эксперты из Центральной избирательной комиссии найдут, к чему придраться. В Советской Армии была поговорка, может быть, слышали от старших мужчин, что придраться можно, ну, там не придраться, там иначе говорилось, что придраться можно к телеграфному столбу. Понимаете? Вот это вот, это всегда можно, да, поэтому они найдут, к чему придраться. Они найдут, к чему придраться. Значит, зарегистрировать или нет? Понимаете, в чем дело? Здесь вот что. Ну, как бы так, по-человечески, из хорошего отношения к Борису Надеждину, лучше бы, чтобы не регистрировали. Знаете почему? Потому что зарегистрировать только в том случае, если они будут уверены, что он будет дисциплинирован, что он не зайдет за флажки, что он скажет в нужный момент то, что надо. Ну, например, возмутиться украинскими нацистами. Или еще что-нибудь такое ужасное, да, что будет означать, конечно, так сказать, гражданскую смерть, гибель бессмертной души там, и так далее, да. Вот. Если же он сорвется, вот, по-человечески зарегистрировали, то он все равно пойдет на право, да. Только они его посадят. Делов-то куча. Понимаете? Поэтому, а с точки зрения результатов выборов, не имеет никакого значения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»